Решил попробовать попечатать полипропиленовым жгутом Но посреди эксперимента мне пришла какая-то дурацкая идея по поводу альтернативного источника энергии Решил попробовать, думаю пару минут займет. Конечно не тут то было, занимайся этой ерундой уже третий день Яблоко упасть негде в комнате Не знаю что из этого получится, да еще свой любимый мультиметр спалил Не совсем конечно, теперь я не могу замерить им силу тока Пришлось достать свой старенький мультиметр, но питание то у него 9 вольт У меня есть аккумуляторы от электронных сигарет, поставлю их К сожалению есть недоработки в этой схеме, так что придется убрать весь этот бардак и начать заново съемку В общем-то более-менее в порядок привел свою берлогу Привет, привет, здравствуй мой друг Сегодня попробую сделать какие-нибудь вещи из полипропиленового жгута Это классный эластичный материал Этого классного материала полно на свалках или на работе у тебя или у друзей твоих на работе Поспрашивай, материал очень распространенный Не буду кривить душой, я уже пробовал печатать этим материалом в моем самом первом видео Если интересно, дам ссылочку под видео Экструдер, к сожалению, у меня сломан, так что воспользуюсь столом протяжки Это наверное будет последняя работа этого стола, потому что я хочу собрать новый Ну давайте начнем Некоторые, наверное, сразу задались вопросом, а зачем же это мне пэт-бутылки? Да, ребята, полипропиленовый шпагат я буду добавлять определенный процент бутылки Ну не напечатаешь ты по-другому Пару лет назад я уже пробовал и это просто бесполезно Все-таки для таких целей нужна термокамера При охлаждении полипропилен имеет очень сильную усадку Скорее всего заводской полипропиленовый филамент для печати Все-таки имеет какую-то секретную добавочку Ленту я нарезал шириной 5 миллиметров То есть бутылки получается метров 35, иногда 40 С трех бутылок, но больше 100 метров Давайте уже впрессовывать полипропилен в пэт-ленту Этот станок по протяжке пэт-ленты я собрал ну очень давно На то время еще мало кто печатал бутылками Это сейчас сотни видео и всеразличных модификаций такого плана станков Думаю что уже тысячи печатают по всему миру этим вторичным полимером Конечно в моем станке под названием халява есть много недоработок Например один из недостатков это вытягивающий вал В некоторых случаях идет проскальзывание филамента Да еще плюс ко всему сжирает резиновый вал Почему я не сматывал в рулон предварительную трех миллиметровую протяжку Да потому что она еще не совсем прочная и может вот так вот разойтись Образцов метров 30 я получил Теперь скажем так надо впаять их Уменьшить диаметр до 1,75 Соотношение пэт и полипропилена приблизительно 30% пэт Ну и соответственно 70% полипропилена Включу какую-никакую автоматику по намотке Ну и продемонстрирую ржачную сигнализацию при обрыве Как вы заметили оба полимера отлично спеклись Диаметр получился немножко больше Но это не беда Все выставляется в слайсере Температура сопла 255 градусов Температура стола 90 градусов Тестовый диск я печатаю размером 10 на 20 миллиметров У всех наверно сразу вопросы А почему диск, почему не кубик или кораблик любимый для теста Вы наверно видели в моих прошлых видео Что у меня целая банка этих тестовых дисков И изменять этим традициям я не собираюсь Наберу еще с десяток Попробую смешать их все в один полимер И что-нибудь напечатать Например тот же диск Лабораторный стресс-тест диска Ну, средненько-средненько Думал он будет более ударопрочным Напечатаю еще один стаканчик Чтобы проверить как видит себя полимер При спиральной печати Ведь у меня же их мало При печати вылезли так называемые сопли Нет, это связано не с настройкой Не с ретрактом Хотя нужно было, наверное, включить Более высокий процент вентиляции Все дело в том, что температура плавления PET Приблизительно 250-255 градусов А у полипропилена 175 градусов И при печати небольшое его количество попадает на сопло Не успевая охлаждаться Тем самым и вытягивает этот верблюжий пух Да, кстати, я же забыл рассказать про температурное значение При первой и второй протяжке на станке Ладно, расскажу чуть дальше Эластичность Ну, очередной контейнер под какие-нибудь шайбы Ну, а теперь я напечатаю То, что знакомые у меня заказали уже, наверное С десяток экземпляров Ну, в общем, печатать приблуду, которую хотят большинство моих знакомых Я буду двухцветной Для этого придется порезать еще одну бутылочку После вчерашнего застолья Можно было соединить, конечно, эти два пластика Через нейлоновую трубку Но я воспользовался паузой на принтере К чему эти сложности? На первый взгляд такое ощущение Что слои укладываются неровно Нет, это не так Видите, какая глянцевая ровная поверхность отпечаталась Просто почему-то цвет самого филамента очень сильно прыгает Да, температурные характеристики-то при протяжке я же не рассказал А это очень важная фишка При первом прогоне я выставлял температуру Приблизительно 215 градусов Если поставить больше, то на ПЭТ это практически не повлияет А вот полипропилен вы уже не сможете протянуть Так как он просто будет переплавляться в сужающем отверстии Вот такая прибуда получилась Под моющую посуду губку Вообще лучше ее использовать как мыльницу Но у тебя есть какие-то идеи Давай накидывай Но я пока покажу свои Ну что, ребята, в планах у меня сбор моноколеса из гироскутера Вот такой приблизительный план я накидал Конечно же, все это условно Меня парит тут один момент Как сделать складные ножки для ног Вот это, наверное, пока самое сложное для меня А так планируется сварить железо Опять же, из офисных стульей Железяк-то я дофига набрал Это первый вариант, на котором я хочу научиться Как гонять на моноколесе Но есть, конечно же, и продолжение моноколеса Это орбитальное моноколесо Тут уже будет все посложнее И вот тоже не знаю Как же сделать удерживающий обод колеса Наверное, как на моем гироскутере Конечно же, не пойдет Тут, наверное, надо будет делать что-то подшипниковое Чтобы по оси Х и по оси У стояло по два подшипника Ну, в общем, жду ваших советов и комментариев И свободного времени Владимира и Ивана Без них-то я все это не сделаю Как ты знаешь Монтизация в России отключена И многие мне говорят Да нахрен ты снимаешь? Время свое тратишь Но с помощью ваших подписок Комментариев Обсуждений каких-то И вот таких даже интересных донатов Turkish Lira Первый раз мне перечислили Я и работаю, ребята, для вас Спасибо большое за помощь Так что не болей И храни тебя Господь До встречи, дружище Нажми на кнопку Получший результат И твоя мечта существится Нажми на кнопку Ну что ж ты не рад Тебе больше не к чему стремиться Субтитры сделал DimaTorzok